Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня снимаю видео со своей кухни. Пожалуйста, не обращайте внимания на интерьер, потому что мы только переехали, и еще предстоит большой ремонт, предстоит все изменить. Но это не важно, видео не о кухне, видео о здоровье. Видео о хлебе. Хлеб всему голова. Но не каждый хлеб полезен, вы это прекрасно знаете. В наше время сейчас купить нормальный хлеб, это оказывается очень большая проблема. Серьезно вам говорю. Я всегда, когда иду за хлебом, я читаю, что написано, читаю этикетки, я просто прихожу в лужи, что туда добавляют, что мы едим. Я вообще хлеб ем, но очень редко. Но вот моя семья, они все любят хлеб. Я стараюсь подобрать что-то более или менее здоровое, как говорится. Я, например, в основном ем хлебцы, но тоже не все. Тоже в них напихано сейчас столько всего, столько всего. Вы поймете, прочитайте, пожалуйста, статью на моем блоге или на моей страничке в Фейсбуке, о том, почему не каждый хлеб нужно есть, почему не каждый хлеб вообще полезен. Пожалуйста, прочитайте, вы поймете меня. Сейчас я не буду об этом говорить, потому что это ну, это очень-очень такая объемная тема, не хватит и часа. Я хочу сказать, что я ем. Я покупаю хлебцы. Ну, не все тоже. Вот купила такие хлебцы, очень такие, они привлекательные. Я не прочитала состав, они выглядят очень красиво, семечки там различные, добавки. Но когда я пришла домой и прочитала состав, там больше 20 ингредиентов ходят. Я не знаю, что там только нет, и пальмовое масло, и дрожжи, и все же напихано. То есть это вред для здоровья. Я ем вот ровито. Тоже вроде прочитала состав. Там соль, ржаная мука, семечки и оц. Да, ну это, не знаю, по-русски оц. Порич, как это по-русски, овсянка, да? Но больше ничего не написано. То есть я не понимаю, как они слепили это все вместе. То есть должно быть что-то добавлено. Либо они просто не пишут этого, либо, не знаю, какие у них там технологии, неважно. Но это вроде более-менее нормально. Я хочу вам предложить, что печь хлеб, хлеб самим. Поверьте мне, я всегда с ужасом об этом думала. Как это хлеб, это такое занятие тяжелое. На самом деле все очень просто. Пеките сода брэд, пеките содовый хлеб. Сейчас покажу вам, я испекла. Он выглядит очень красиво. Вот, пожалуйста. Пахнет вообще замечательно. Всего в нем три ингредиента. Ржаная мука, сода, соль и баттермилк. Извините, не знаю, как перевести баттермилк. Что это такое? На вкус это как сметана. Но называется баттермилк. Если вы найдете перевод в интернете, замечательно. Не думаю, что будут какие-то проблемы с этим. То есть печется он буквально 5 минут, чтобы его замесить. 20 минут в печке готово. Прекрасный хлеб для вашей семьи, если вы едите. Так что не ленитесь. Дайте своим близким и себе, своему телу нормальную еду, нормальный хлеб. И вам тело ответит взаимностью, ответит здоровьем. Потому что все, что мы вкладываем вовнутрь, все отражается на всем. На нашей внешности, ну и естественно на работе всех наших органов. Будьте, ну заботьтесь о тебе. Любите себя. Подумайте, прежде чем съесть кусок хлеба из магазина, что там внутри. С чем вы кормите своих деток. Я всем вам желаю здоровья. Если кому-то нужен рецепт, кстати, ржаного хлеба, сотового хлеба, пожалуйста, пишите. Хотя вы можете найти, наверное, в интернете. Это абсолютно не сложно. Заботьтесь о себе, о своих близких. Я вам всем желаю здоровья и хорошего настроения. Всех я вас люблю. До свидания.